Моя проповедь сегодня называется «Синергия». И есть такой закон, синергии или синергизма. Это закон соответствия. Он существует практически во всех языках. То есть это очень важно, как предложение начинается. Если оно так началось, то оно соответственно должно закончиться. Поэтите споделят, что важно получить первую строчку. А вся остальная поэзия выстраивается в соответствии с первой строчкой. Я хотел бы сегодня видео одно показать. Бих искал да ви покажа одно клипче. Эфекта на метронома. Я думаю, что кто-то из вас это видел уже. Вече сте го виждали, может быть. Запускается множество метрономов. Пускат се много метрономи. И у них приблизительно одинакова настройка. Имат почти одинакова настройка. Но первое время они идут разнонаправленно. Когато первоначално те малко не са подредени. То есть вот показывают, что кто-то заводит метрофон и запускает метрономы. И виждам я чаги пускат. Оксана, можно я немножко приостановить на паузу? Нажать. Вот сейчас я хотел бы, чтобы вы запомнили вот этот эпизод на небольшой. Если бы вы искал да запомните тази картина. Я открою одно место. Ще утворя одно място. Которое написано в первом послании к Олимпинам. Но я только пишу в первом послании к Амкуринтини. В пятнадцатой главе. Пятнадцатая глава. Третий стих. Третий стих. Здесь написано, апостол Павел пишет. Только апостол Павел пишет. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Да. Перевод есть на болгарском языке. Лошадь и другари покварят добрые нравы. Принцип этого общества, в котором мы живем. Принцип от этого общества, в котором мы живем. Так желает дьявол. Така иска дьявола. Его основная политика разделяет властво. И основная политика разделяет властво. И поэтому это общество похоже на вот эти метрономы, которые бьются вот так, хаотично очень. И если ты войдешь в это общество. И ако влезешь в это общество. Через какое-то время твое мышление начнет работать очень хаотично. Не пытайтесь поменять какое-то худое сообщество. И не се опитвайте да оправите лошито общество. Потому что одно целое сообщество, оно может воздействовать на отдельно взятого человека очень сильно. Защото одно отдельно общество може да действа на един човек много силно. И за това пишет, не се мамете. Не се лжете. О том, что в одиночку особенно это невозможно делать. Че сам няма как да го направиш. И мы живем в последнее время. И живем в последните времена. Когда хаос сеется направо и налево. Крето хаосът го виждаме налево и надясно. И повсеместно. И навсякари. На этой неделе мы собирались. А нет, это было в прошлое службу, в прошлое воскресенье. И миналата неделя. После собрания. След собранието. И я там говорил одну простую мысль. И сказвах една лесна мисля. И я вспомнил, как к нам приехал один проповедник, пастор из города Орска. При нас идваше един проповедник от города Орска. И он рассказывал о последних тенденциях. А это было в 90-е годах. И он рассказывал о последните тенденции, типо из 90-те. Он говорит о том, что вот Библия говорит о том, что главой семьи должен быть муж. И казваше, что според Библия, так главата на семейство трябва да я мужат. Но говорит, мы живем сейчас в такое время, когда часто очень, особенно в постсоветском пространстве. Главой семьи является жена. Главата на семейство се явява жената. Но говорит, сейчас наступает такое время, когда главой семьи будут являться наши дети. И тогда это в 90-те годах звучало очень абсурдно. Но сегодня это уже стало реальностью. В некоторых странах, это скандинавские страны, это Америка, дети диктуют условия. То есть в законодательстве уже прописано, что если ребенок позвонит в полицию. И в законодательство то пише, че ако дете се обадит на полиция. И пожалуется на своих родителей. И се оплачивает родителите си. То приедет полиция. Ще дойдет полиция. И родители посадят в тюрьму. И ще хвалят родителей в затворе. Но то, что практикуется в скандинавских странах. И това, което се практикува в скандинавските страны. Приезжает специальная служба. Че идут в специальные службы. И отделяет, забирает ребенка с семьи. Взимат детето от семейството му. И отдает его в семью. Я могу так сказать нетрадиционной ориентации. То есть с этого момента ребенка будет воспитывать или гомосексуалисты, или лесбиянки. И от този момент детето ще се воспитава от хомосексуалистов или лесбийки. Потому что ребенок не хочет жить с этими родителями. Защото детето не иска да живее с родните родители. Потому что они заставляют его делать что-то свое, справедливое. А ему не хочет это делать. Зато в другой семье ему все разрешат. И его будут ласкать. И его будут баловать. И разрешат ему делать абсолютно все. И что он захочет. Какво-то поиска. Какая логика в этом? И каква е логиката тук? Почему отдают детей гомосексуалистам? Ну то есть живут двое мужчины и им отдают ребенка на воспитание. Это очень логично. Вы знаете, на самом деле. Как врач-психотерапевт я знаю это с точностью. Что люди с сексуальными отклонениями. Что бы они ни говорили вам. Какво то и да ви казват. Как бы они себя не оправдали. И как то и да се оправдават. В глубине души они понимают, что они больные люди. В дълбочината си те разбират, че те са болни хора. Это патология. Това е патология. И у них есть такое глубинное чувство вины. И имат много дълбоко чувство за вина. Они чувствуют виновными себя в этом обществе. Те си чувствуют виновни в това общество. И готовы для государства делать любую работу. И са готови да извършват всякаква работа за държавата си. Лишь бы только государство позволяло им делать то, что они делают. Само държавата им да позволява да правят каквото правят. И на държавата е изгодно да има такива хора, Които просто като рабове Са готови да изпълняват всякаква работа На всичките нива на управлението. И сега има такива хора даже и в най-високите крыгове. И започват даже и да диктуват закони На нормалните хора. И така е устроено нашето общество. Тоест логиката е да разделят и да властват. Да сеят хаос. И какво е в съвременното общество на последното време. Политика сейчас направлена на то, чтобы разбить окончательно и разрушить семью. Политиката е направлена за да разрушава семейството. Институцията на семейството и на браках През последните времена ще е уничтожена. И в некоторых странах это уже приветствуется и это уже начинает происходить. Какво и държави това вече е започнано да се случва. Семейството се разбиват. Люди живут по-одиночке. Хората живеят сами. Дети воспитываются от понятно кого. Децата се воспитават ясно от кого. Такими людьми, таким обществом очень легко управляться. И от такива хора, от такова общество е много лесно да го контролират. Особенно, если они смотрят зомбоящик. Най-вече, ако гледат и зомбокотията, телевизията, в този случай, във всеки случай ще са зомбирани. И такое сатанинское государство держава будет диктовать им условия. И такова сатанинская держава, ще им диктова условия. Что нам делать? Еще одно место прочту. Это написано второе послание Тимофею, третья глава. С первого стиха. Я всегда делаю такую поправку о том, что славостолюбивый – это очень любящий комфорт. Это не значит, что они обязательно сладкое любят. Они любят сласть. Не написано сладколюбивый. А любящий сласть. Так и написано сластолюбивый. Нежели боголюбивый. То есть любящий больший комфорт. Нежели Бога. Вот сейчас мы живем в такое время. В государство уже вселенское, можно так сказать, управление. На сегодняшний день направлено на то, чтобы обеспечить комфортом любого, всякого человека. Лишь бы этот человек стал частью системы. Само този человек достанет частью системы. Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Таковых удаляйся. Ксим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольшают женщину, повальщих во грехах, водимых различными похотями. Всегда учащихся и никогда не могут дойти до познания истины. Вот на какой точный стих. Эти люди всегда будут учиться и никогда не смогут дойти до познания истины. Тези хора винаги се учат, обаче никуда не могут додостигнать до истины. Как и Ани и Амврии противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди с развращенной умом не вежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаруживается пред всеми, как и с теми случилось. Ну, то, что сейчас происходит. Мы живем в то время, когда люди просто сошли с ума. Я скажу так, не сходят с ума, они уже сошли с ума. И единственное спасение – это Слово Божие. Это Церковь. Это Ковчег Нового Завета. Пребывать во Христе Иисусе. Да, пребываем в Иисусе. А ты последовал мне учение, житье и расположение, вере, великодушие, любви, терпение в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохе, Иконе, Листрах. Каковы гонения я перенес и от всех избавил меня Господь. Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верен, зная, кем ты научен. Притом же и с детства зная священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру во Христа Иисуса. И последний стих. Все писание Богу духовновенное и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек ко всякому доброму Богу, доброму делу приготовлен. Скажи Аминь. Скажите Аминь. Вот для чего нам необходимо писание. Оно вдыхает в нас Дух Божий. Оно полезно и за научение. Оно исправляет нас. Оно наставляет нас в праведность. Оно не насречало к праведности. Чтобы усовершить нас. За да не усовершенствовать. И чтобы приготовить нас ко всякому доброму делу. И да не подготви за всяко доброе дело. И я хотел, чтобы вот этот видеоролик, давайте мы продолжим. И посмотрите, что сейчас дальше будет происходить. Метрономы запущены хаотично. Но если их поставить на основание. Которое слегка колеблется. В определенном таком ритме. То через какое-то время вы можете уже замечать, что некоторые метрономы уже начинают потихонечку синхронизироваться. Туда в след дня какого времени ще забележите, че малко по малко започват да се синхронизират. И основание начинает слегка, замечаете, да покачиваться. И основата започва легко да се поклашта. Уже основная часть метрономы бьются в одном ритме. И смотрим, что произойдет дальше. Я думаю, мы уже понимаем. И вече разбираме, какво ще се случва на татак. Что произошло? Какво ще случи? И вот так метрономы будут работать бесконечно. И така метрономия ще работят бескрайно. Кто-то в комментариях написал, как китайская армия. Потому что как маршируют китайцы, лучше их никто не марширует. Последнее место, которое я сегодня хочу прочесть. Он написан в книге Деяния. Во второй главе. Моя задача вас сегодня подвести. К празднику, который у нас предстоит. Следующее воскресенье у нас будет праздник Пятидесятницы. Праздник Святого Духа. И во второй главе книги Деяния написано. Вторая глава книги Деяния пишет. С 37 стиха. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать, мужи-братья? Петр же сказал им. Покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисус Христа для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он засвидетельствовал и увещевал, говоря. Смотрите, не просто написано спасайтесь. Написано апостол Петр. Спасайтесь от рода сего развращенного. От кого спасает нас Господь? Не обманывайтесь худые сообщества, развращают добрые нравы. Спасайтесь от рода сего развращенного. Спасайтесь от средств массовой информации. Не смотрите, пожалуйста, этот зомбоящик, потому что это уже наглая обработка людей, народа, и так охотно принявшие Слово его крестились, и присоединилась в тот день душ около трех тысяч, и они постоянно пребывали, и смотрите, в чем надо пребывать, в чем важно пребывать нам, чтобы наши настройки не сбились. Понимаете, о чем я сегодня? Чтобы нам двигаться в одном ритме, в одном ритме со Святым Духом, и друг с другом, в теле нашего Господа Иисуса Христа. Очень важно пребывать в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, в общении, в преломлении хлеба, в других местах написано общение святых, преломлении хлеба это святое, пречищение к крови Христово, пречищение к телу Господне, пречищение к Христовото тело, и в чем еще? И в молитвах. Очень важно считать Божие Слово, много и важно да читаем Божие Слово, очень важно молиться, много и важно да се молим, очень важно пребывать в общении, много и важно да пребудваме в общении, и регулярно пречищаться. Идем дальше. Единодушно пребывали в храме и, проломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Можем сказать на это аминь? Вы знаете, здесь описан закон синергизма. Вы знаете, подобное притягивает подобное. Если ты настроен на волну Святого Духа, и четко там закрепился и утвердился, И точно знаешь, и си се закрепил за Него, хвалил си котва, и си пуснал корни в Христос. Рано или поздно ты начнешь привлекать других людей. Рано или късно ще започнешь да привличаш и други хора. И смотрите, наша задача е создать общество. И наша задача е да създадем едно общество. Общество християн. Общество на християни. Которые двигаются в одном ритме. Които се движат в един ритм. И любой човек попадая в это общество. И всеки един човек, който попадне в това общество. Послушайте меня. Слушайте меня. Рано или поздно. Рано или късно. Он начнет биться вместе с нами. Ще започне да удри заедно с нас. Начнет биться в одном ритме. Ще започне да се движи в един ритм. В ритме Святого Духа. В ритма на Святия Дух. Я хочу сказать, что в последние времена это будет делать очень тяжело. И искам да кажа, че в последние времена ще е много тежко да го правим. Прошло. Я подтверждаю это пророчество, потому что это пророчество уже многие...